ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ И заседание КВА, да, именно КВА, клуба веселых академиков, считаю, открытым Да, я долго размышлял, какой теме мы посвятим сегодняшнюю встречу И решил, мы поговорим об океанологии Удивительной науке, которая изучает тайны океанов Океанолог, ребятки, это человек, который, не выходя из кабинета, может погрузиться на дно морское Это ученый, который прямо под водой может сделать научное открытие Да, секреты подводных обитателей, тайны глубоководных впадин, направлений океанских течений, острова невидимки И все это подвластно океанологии И сегодня я расскажу вам о самых интересных фактах из мира морской науки И познакомлюсь с великими океанологами мира А мой, надеюсь, хороший помощник, лаборант Петя Промокашкин Покажет самый, на что я тоже искренне надеюсь, настоящий научный фокус Итак, прошу всех пройти в библиотеку Специально для вас здесь оборудован лекторий и уже собрались слушатели Через несколько секунд мы начнем наше увлекательное путешествие в мир знаний Здравствуйте, здравствуйте, мои веселые академики Да, мы начинаем И я вас сразу же ошарашу Ну, как обычно, конечно, вы не поверите Но то, что я сейчас расскажу, это невероятно Для начала попрошу ответить на вопрос Как вы думаете, что объединяет всех морских и речных существ И позволяет им без всяких затруднений жить под водой, а? Как эти животные могут дышать в воде, и что помогает им в этом, а? Что? Не слышу Швабры? А жабры? Ну, правильно, конечно Жабры Но, увы Увы У человека нет этих врожденных приспособлений При глубоководных погружениях нам, людям, приходится пользоваться тяжелыми кислородными баллонами Количество этого ценного для жизни человека вещества в баллоне ограничено И это не только создает большие трудности, но и делает работу океанологов очень-очень опасной Но! Внимание! У меня для вас отличные новости Совсем скоро человек с легкостью сможет обходиться без тяжелого глубоководного снаряжения Как, спрашиваете вы? Ученые изобрели искусственные жабры Спокойно-спокойно, тише-тише Но сейчас я все вам расскажу Искусственные жабры или портативная маска Тритон Новейшие изобретения в области океанологии Ее появление взбудоражило всех любителей подводного плавания Ого, не шутка ли? Все, что нужно сделать ныряльщику, это просто надеть маску и дышать, как рыба Ого, спокойно-спокойно Вспомним, как дышит рыба, а? Правильно, воздухом С помощью жабры она извлекает из воды кислород и выделяет в воду отходы дыхания Углекислый газ Так вот, искусственные жабры делают то же самое Минуточку, минуточку терпения, я покажу вам, как выглядит эта уникальная конструкция Смотрите, это она Внимание, вот, с двух сторон маски расположены крылья Они-то и работают, как жабры-рыб Через крохотные отверстия вода попадает в специальную камеру Там кислород извлекается из морской воды Да, мощный насос забирает кислород через специальный фильтр Фильтр это очиститель воды, чтобы в жабры не попали мелкие частички планктона или водорослей Так вот, кислород накапливается в отдельной емкости А отработанная жидкость выпускается обратно Запас извлеченного жирительного газа позволяет человеку дышать под водой, как на суше И пока, к сожалению, пока время пребывания под водой в этих чудо-жабрах ограничивается только сроком работы зарядной батареи Именно над ней сейчас и трудятся ученые И совсем скоро работа по усовершенствованию аккумуляторов будет полностью завершена Так что ура науке, друзья, браво, браво Не-не-не-не, только науке Спокойно, 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 не торопитесь По одному сейчас каждый сможет подойти, потрогать и даже примерить это изобретение Только по одному, пожалуйста Очень аккуратно Это мой личный экземпляр, его подарили мне друзья изобретатели Вот так, да, аккуратно Это практически чудо-раритет Дорогие радиослушатели, пока мои гости тут, так сказать, примеряют Мы с вами поднимемся по скрипучей лестнице прямо на чердак В лабораторию Там нас ждет мой помощник Петя, так сказать Он готовится провести эксперимент с морской водой И надеюсь, на этот раз все пройдет удачно Ква, клуб веселых академиков Для тех, кто только что к нам присоединился, сообщаю Это я, профессор Ква В смысле, профессор КВА Клуба веселых академиков Как? Я не представился, не назвал свое имя О, Семен, Семен Я профессор Сагарулько Ну вот мы и поднялись на чердак Продолжаем наше заседание Теперь уже в научной лаборатории Где нас ждет мой помощник Промокашкин Петя Промокашкин Петя может все на свете Превратить снежинку в пар Сделать в кубочке пожар Петя на территории, научная лаборатория Приветствую вас, мой юный помощник Младший, пока еще лаборант Петр Промокашкин Здравствуйте, профессор Здравствуйте, дорогие радиослушатели И сегодня мы с Петей изучим состав морской воды И научимся ее изменять Превращать, так сказать, соленую воду в пресную Да И у меня к вам научный вопрос, друзья мои Скажите, можно ли пить морскую воду, а? Конечно, нет Правильно Большинству животных и всем, без исключения, людям Морская вода полностью противопоказана Профессор, а почему? А сейчас объясню Морская вода очень-очень соленая Если говорить научным языком Она имеет среднюю соленость около 35 граммов соли на литр Это очень много Из человеческого организма излишки соли и воды выводятся почками Уникальным органом спасательным Так вот, для того, чтобы удалить из организма, скажем, 100 граммов соли Необходимо потратить 150 миллилитров воды А чувствуете, в чем дело? Чем больше человек пьет соленой воды, тем труднее почкам вывести из организма избытки соли И тем сильнее будет ощущаться та самая жажда Хм, я понял В соленой воде так много соли и так мало пресной воды, что наш организм не может напиться Верно, коллега И это звучит невероятно Но факт! Питье соленой воды приводит к недостатку влаги в организме Обезвоживанию Ведь жажда – это первый признак нехватки воды В результате опытов над людьми и животными, а также изучения кораблекрушений, человечество пришло к выводу Морская вода разрушительно действует на организм Пить соленую воду даже в случае крайней необходимости нельзя Ох, если бы мы знали это, когда застряли в середине Индийского океана Боже, как нам было плохо Но что же делать, если вы оказались посреди океана, а питьевой воды у вас нет? Как превратить соленую воду в пресную? Ох, а об этом, я надеюсь, вы сейчас расскажете нам, молодой человек Итак, слово представляется Петру Промакашкину Дерзай, Петрович А я пока спущусь вниз, мне нужно попрощаться со своими гостями И, Петя, 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 очень тебя прошу Никаких незапланированных экспериментов Никак в прошлый раз, пожалуйста Конечно, Семен Семенович Все будет как обычно О, это меня, Петенька, и пугает Так Так, друзья Сегодня мы с вами соорудим простейшую опреснительную установку Для того, чтобы можно было пить морскую воду Если хотите, вместе с родителями и учителями Вы можете повторить наш эксперимент дома или в школе Для изготовления опреснителя нам понадобится Обычный полиэтиленовый пакет или пленка Вот такой Еще нужен таз или кастрюля Кружка для сбора воды или стакан Не берите чашку, с ней будет неудобно И еще нужен небольшой камушек Да, кстати, еще пригодится настольная лампа Простите, еще шнурок А, нет, шнурок не обязательно Ну, что, готовы? Тогда приступаем к изготовлению опреснителя Слушайте внимательно и повторяйте за мной Берем таз Ставим его на устойчивое место На дно таза Ровно посередине ставим кружку Так Теперь Аккуратно наливаем в таз морскую воду Делаем это так, чтобы вода не залилась в кружку То есть Уровень воды в тазике Должен быть ниже верхнего края кружки Так Я подозреваю, что у вас может не оказаться морской воды Советую тогда заранее приготовить вам морскую воду То есть просто добавить в обычную питьевую морской соли Так Всю эту конструкцию плотно прикрываем пакетом Или полиэтиленовой пленкой Желательно, чтобы не было щелей Советую вам закрепить пакет шнурком вокруг таза Вот так У меня все готово Теперь несколько важных деталей Берем камушек и кладем его на середину пакета Так, чтобы он оказался ровно над кружкой Поняли, зачем это нужно? Минуточку терпения И все поймете Включаем настольную лампу прямо над всей этой конструкцией для тепла И ждем Как же это работает? Под лучами солнца или лампы Вода в большой емкости будет нагреваться Испаряться И конденсироваться Надеюсь, все знают, что такое конденсация Это превращение пара в воду Так вот Капельки воды будут образовываться из пара На внутренней стороне пакета Когда капли станут достаточно крупными Они начнут стекать по пленке в сторону камня И капать прямо в чашку Это и будет чистейшая пресная вода Ведь испаряется именно она А все соли останутся в тазу Смотрите На пленке уже образуются микроскопические капельки А значит Наш эксперимент удался Так Глядите Капельки стекают в середину пленки И падают в кружку Так Капля за каплей в чашке уже собирается Маленький глоток воды Внимание Снимаем пленку И нюхаем Пробуем Чистейшая Вкуснейшая И самое главное Абсолютно обыкновенная пресная вода На мой вкус даже чересчур обыкновенная Ура, друзья! Поздравляю! Прямо сейчас мы с вами пили морскую воду И безо всякого вреда для здоровья Пойду обрадую профессора Семен Семенович часто бронит меня за рассеянность Но сегодня все удалось Давайте спустимся в кабинет И отнесем ему глоток воды Да кто же оставил на лестнице энциклопедию? Я запнулся об нее и упал И наша драгоценная капля пресной воды вылилась мне прямо в тапок Ну что же это такое-то, а? Петя, друг мой, что? Что на этот раз стряслось? Профессор, я нес вам каплю пресной воды и споткнулся об энциклопедию Вот Ах, Петя, Петя, ну я же просил вас, коллега, не оставлять книги где попал Но вы не представляете, как бы сейчас мне помог ваш глоток пресной воды Я так растрогался, просматривая старинный фотоальбом, что до сих пор не могу Не могу успокоиться Сейчас, сейчас, профессор, я принесу вам стакан воды Примного, примного благодарен, Петр Ква, Ква, Клуб веселых академиков Ква, 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 Ква Друзья, продолжаем заседание нашего научного клуба веселых академиков Или просто Ква С вами по-прежнему я, профессор Семен Семенович Загорулько Пройдемте в кабинет, я покажу вам кое-что интересненькое Скажет вам любой ученый, кто наукой увлеченный Места в мире лучше нет, чем научный кабинет Прошу, прошу, сюда, да, да, в мой кабинет Смотрите, друзья мои Вот старинная фотография одного прекрасного человека О, сколько лет прошло с тех пор, как я отправился с ним в научно-исследовательскую экспедицию Это, ребята, один из самых великих океанологов мира Его имя Жак-Ив Кусто Ах, какой это был невероятно мощный ученый Акванофт, заглянувший в самое сердце океана Странник между миром людей и акул Проводник в царство Пофейдона Вот сколько красивых слов сказано И еще будет сказано об этом необыкновенном человеке О, как бы он был счастлив, узнав, что заседание нашего клуба посвящено его любимой науке Океанологии, боже мой Ведь он когда-то спас меня от акулы Еще немного я был бы на краю гибели А он бац-бац и... Ну, что-то я все о себе Да, о себе Ваша вода, профессор Спасибо, спасибо Продолжайте, беды Кусто стал первооткрывателем во многих областях При его помощи были изобретены разные подводные приспособления Создано множество документальных фильмов о жизни океана Ну, вы их, конечно, видели Вот, вот еще одна фотография На ней худой загорелый старик в красной шапочке С мудрыми проницательными глазами Я помню его точно таким А ведь мало кто знает, что этот отважный путешественник много раз смотрел в лицо смерти Да, он был военным летчиком, прежде чем стать великим путешественником И однажды чуть не потерял все Что случилось, профессор? Кусто попал в страшную автомобильную аварию В результате происшествия у него была пробита легкая Пострадал позвоночник Жак Ив не мог двигать руками Но, но, друзья мои, он не сдался Исключительная воля Характер бойца позволили ему выйти из больницы не сломленным и стоящим на собственных ногах Что же получается, профессор? Именно этот человек с пробитым легким спустя некоторое время изобретает акваланг Настоящее водяное легкое Да, это ты точно подметил, Петя Слово акваланг переводится как водяное легкое Это приспособление, с помощью которого люди могут дышать под водой И опускаться в глубины океана Сейчас его еще называют по-другому Скуба Профессор, а можете рассказать для тех, кто не знает Как это водяное легкое работает? С удовольствием, Петр При погружениях необходимый запас воздуха в сжатом виде находится в специальном баллоне Баллон надевается на спину ныряльщика с помощью ремней Как школьный ранец или рюкзак От баллона отходит клапан, который меняет давление поступаемого воздуха От клапана идет трубка, ведущая прямо к рту ныряльщика Заканчивается трубка специальным расширением, которое ныряльщик может зажимать зубами Нос закрывается маской Так что аквалангист дышит только одним ртом А чтобы воздух попадал в легкие, человеку необходимо сделать вдох, конечно же Акваланг подаст ему порцию воздуха в зависимости от того, на какой глубине находится ныряльщик Здорово придумано О, да Сейчас уже существуют сотни моделей аппаратов для подводного плавания Но тогда, тогда, тогда это была просто революция А в каком году это произошло, профессор? В 1943 году, Петя Жак Ив Кусто сам проводил испытания Сам, представляешь себе, погружался в воду Сам проверял новоявленное устройство и исправлял недочеты Да, сам рассказывал мне об этом Именно Кусто сделал погружение на глубину возможными для всех И профессионалов, океанологов и любителей Трудно представить, но до изобретения акваланга нырять могли только очень натренированные люди Облаченные в сложные глубоководные костюмы А обо всем многообразии подводного царства люди могли только догадываться Да, да, Петруша, да Как жаль, что Кусто не дожил до изобретения искусственных жабр Как бы он был счастлив Он всегда верил в прогресс И я верю, ребятки, дорогие мои За искусственными жабрами будущее Да здравствует наука, друзья Дорогие коллеги, заседание нашего научного КВА То есть Клуба веселых академиков прошу считать закрытым Сегодня мы прикоснулись к тайнам океанов и океанологии Прекрасной науки, раскрывающей секреты подводных глубин А сейчас, простите, нам надо спешить До новых экспериментов, друзья! Дети все без исключения Академики с рождения Интересно детям знать про все на свете КВА! Клуб веселых академиков КВА-КВА-КВА-КВА-КВА